Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Ложная тревога. В аэрокосмическом университете обнаружили бесхозный пакет. Ежедневный контроль губернатора. Самар вышла на финишную прямую по подготовке к чемпионату мира по футболу. Зима не за горами. Самарские дворники готовы к снегопадам и гололеду. Утренний переполох в Самарском университете сегодня отменили занятия. Студентов и сотрудников эвакуировали. В полицию поступило сообщение о том, что на территории вуза нашли подозрительный пакет. На место происшествия приехали ОМОН Росгвардии, саперы, спасатели и медики. Здание главного корпуса оцепили. Ну вообще сказали, что нашли муляж бомбы. Мы на физкультуре были, потом узнали, что эвакуировали весь корпус, а у нас должна была быть пара начаться уже. Сейчас только в другие корпуса этот корпус эвакуировали, вот оцепили. Ну и сразу вот приехали милиция, полиция, скорая помощь, пожарная. Вскоре выяснилось, тревога ложная. Найденный пакет не опасен. Просто кто-то не донес его до урны. Внутри был мусор. А следующая криминальная история со смертельным исходом в Самаре этой ночью произошла трагедия на ракетовском шоссе. Опель вылетел на обочину и врезался в дерево. От удара машина превратилась в груду металла, а 21-летний водитель погиб от полученных травм. Спасатели около часа работали на месте происшествия. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Подготовку к Мундиале возьмут на особый контроль. Такое поручение дали самарскому правительству на совете при президенте. Обо всем по порядку. Олег Зверев. Стадион Самара-Арена в числе отстающих. Готовность к проведению чемпионата 65%. Это самые низкие показатели. Такие данные прозвучали на совместном заседании Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта и Оргкомитета России-2018. Самарскую область представлял глава региона Дмитрий Азаров. Открывая официальную часть совещания, президент обратил внимание, что Кубок Конфедерации стал генеральной репетицией чемпионата 2018 года. Он подчеркнул, что отставание от графика подготовки Мундиале не критичное, но необходим ежедневный контроль за каждым этапом работы. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работы. Каждый день. Во-вторых, стадионы, другие объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. Здесь не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора. Все нужно сделать удобным и комфортным для людей. В городах-участниках Кубка Конфедерации, это Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, практически все готово к Мундиале, то в других центрах чемпионата стадиона все еще строится. По словам министра спорта, высокой степени готовности объекты в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, Саранск и Самара пока на последних местах. Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре. В отношении подрядчика применены штрафные санкции, разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем и стадионы будут сданы в срок. Стадион Самара-Арена был признан самым красивым и оригинальным еще на стадии проектирования. Чтобы стройка вошла в график, за ней установят ежедневный контроль. Такую задачу уже поставил перед правительством области глава региона Дмитрий Азаров. Кроме того, каждый день будут подводиться итоги, что сделано по строительным и ремонтным работам на городских объектах, а также в сферах здравоохранения, благоустройства и транспорта. Также будут определяться планы на следующий день. Уже поставлена задача на правительство Самарской области, что ежедневно будут подводиться итогов в каждом министерстве, которое задействовано при подготовке чемпионата мира по футболу, по результатам. Уже в пятницу мы проведем дополнительное совещание непосредственно на стадионе, куда уже приглашен мною генеральный подрядчик, будут представители контрольно-надзорных органов, будут представители, естественно, правительства Самарской области. Мы еще раз в деталях разберем весь порядок взаимодействия. Еще раз обратим внимание, если есть какие-то несогласованности, для того, чтобы слаженной, дружной командой нам достроить стадион, нам подготовить всю инфраструктуру. Президент страны также поставил задачу проработать другие проблемы, возникшие по итогам Кубка Конфедерации. Это касается общественного транспорта, обеспечения навигации для болельщиков и продаж сувенирной продукции. Этот вопрос оформлен в виде поручений главы государства. Губернаторы уже взяли его на вооружение. Готовность региона к Мундиале в итоге будет оцениваться и по этим показателям. Олег Зверев, Вадим Быстров, События. Далее коротко о других событиях дня. В двух регионах по Волжье, в Самарской и Оренбургской областях, начались учения спецназа. В них участвует более 600 военнослужащих и свыше 120 единиц военной техники. Подразделения в ночное время были подняты по тревоге, приведены высшую степень боевой готовности и подготовлены к совершению комбинированных маршей по незнакомой местности для ведения разведки. По замыслу учения спецназовцам предстоит обнаружить базы незаконных вооруженных формирований, где проходят тренировки боевики, и навести на них огонь артиллерии. При этом в ходе перемещения по незнакомой местности спецназовцев ждут внезапные засады и налеты противника. Учение продлится до 6 октября. Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» предлагает создать облегченную версию ракеты «Союз». Ее облик уже сформирован. Новинку легкого класса называют «Союз-1ЛК». Предполагается, что она заменит ракету «Союз-2-1В» и составит конкуренцию «Ангаре-1-2». Необходимость в новом носителе возникает из-за ограниченного запаса двигателей «НК-33», который устанавливают на «Союз-2-1В». В числе потенциальных заказчиков указано Министерство обороны Российской Федерации. Меж тем, сегодня, 4 октября, в эпохе освоения космоса, особая дата. В 1957 году, в этот день, с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли, что послужило началом покорения человеком Вселенной. В суд направлено уголовные дела в отношении Самарца, которого обвиняют в 73 преступлениях против детей. Мужчина шантажировал несовершеннолетних в интернете в нескольких городах страны. Он представлялся 15-летним подростком и заставлял девочек присылать ему свои откровенные фотографии. Одной из его жертв стала 13-летняя девочка. Мужчина начал шантажировать ребенка тем, что распространит ее порнографические фотографии среди одноклассников и знакомых. Родители ребенка обратились в полицию. Подозреваемым оказался 33-летний местный житель, который не имеет судимости и работает в технической сфере. Мужчина не женат и живет на съемной квартире. Сейчас он находится под стражей. Движение троллейбусов по маршруту номер 16 будет временно приостановлено. Это связано со строительством нового здания речного вокзала. Пока идут работы, троллейбусы будут ходить по шестому маршруту. Губернский рынок, улица Грозенская. Доехать до остановки 6-й причал пассажиры могут на автобусах 11-го маршрута. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку. Две самарские школы номер 151 и 91 объединят в целях оптимизации системы образования. Глава города подписал соответствующее постановление. Педагогический коллектив обоих школ будет сохранен, а финансирование увеличится. Процесс слияния школ займет 3 месяца. Реорганизация будет проходить за счет городского бюджета Самары и обойдется в 2000 рублей. Во дворах чисто, а в домах тепло. В Самарском районе проверили, как управляющие компании готовы к зиме. Территория особенная, с узкими дворами и ветхими крышами. Требования к службам ЖКХ и благоустройства повышены. Хватит ли техники и бригад дворников, чтобы вовремя убирать снег, узнала Марина Матвейшина. Тракторы в ряд ковшин очищены, но сиять им в первозданном виде недолго. Впереди большая и снежная работа. В преддверии зимы управляющие компании Самарского района демонстрируют готовность номер один. Все 9 единиц спецтехники переобули и переоборудовали на зиму. Вместо щеток ковши и роторы. Дворики Самарского района требуют особой аккуратности и специального подхода в уборке. Район у нас очень специфический в связи с тем, что дворы маленькие. Не каждая техника заезжает. Для этого мы закупили амкадоры. Маленькая техника, которая может заехать во двор. Не обойтись зимой и без ручного труда. Индивидуальный комплект инструментов получили бригады дворников. Район будут убирать более 70 человек. По опыту прошлых лет это достаточное количество, чтобы в любой снегопад пешеходы шли по расчищенным тротуарам. Предусмотренные работы на высоте, чтобы избавлять кровли от снега и наледи, созданы пять мобильных бригад. Создан необходимый запас аварийных материалов. Подготовлены бригады, подготовлен персонал, подготовлена техника. То есть это дает нам уверенность в том, что мы пройдем отопительный сезон без хорст-мажорной ситуации. По итогам смотра районные власти ставят высокую оценку подготовки управляющих компаний к зиме. Марина Матвеевична, Константин Головин. События. Знания и открытия доступны для всех. С 6 по 8 октября в Самаре на двух площадках пройдет Всероссийский фестиваль науки. Гостей ждут 60 интерактивных выставочных экспозиций, 15 мастер-классов и 19 лекций. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят около 30 тысяч человек. На площадке Самарского национального исследовательского университета участники смогут примерить на себя сразу несколько ролей. Например, ученый-экспериментатор, летчик-испытатель и робототехник. Вторая площадка фестиваля науки откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Она также удивит различными форматами продвижения науки. Пройдут разнообразные интеллектуальные игры сразу в нескольких областях. Социологии, литературе, фотографии и даже загадок восприятия. В этом году фестиваль в Самаре получил статус центральной региональной площадки. Аналогичный статус получили еще два российских региона – Владивосток и Салихард. Вход на фестиваль свободный. Все пространство у нас, оно в ритме. Слово, картинка, предмет. А на фестивале науки еще и будет действие. И я думаю, что это как бы правильно. Экспозиции сегодня должны работать именно так. И это такой очень эффективный механизм привлечения всех выпускников школ Самарской области к поступлению именно в ВУЗы Самарской области. Мы показываем им многогранность наших образовательных направлений, многогранность, междисциплинарность наших научных исследований. Без них никуда. Общественная организация ветеранов Красноглинского района отметила свой 30-летний юбилей. Активисты получили от городской власти благодарности и памятные медали. Но главный подарок ветеранов ждет ближе к Новому году. Патриотическое воспитание молодежи – преемственность поколений. В этом направлении уже несколько десятилетий работает Совет ветеранов вооруженных сил Красноглинского района. Ни одна памятная дата не обходится без уроков мужества. А при учебных заведениях открываются музеи боевой славы и патриотические молодежные клубы. Они, конечно, очень воспринимают с душой, с сердцем, особенно когда мы называем героев нашей Великой Отечественной войны. И не только, а Великой нашей Руси, потому что нам приходится поднимать историю, начиная от Ледового побоища и кончая, конечно, последней войной в Сирии. Красноглинская организация ветеранов начиналась с большой шестерки, 30 лет назад. Любовь Филиппова была среди них. Первый масштабный проект, который они осуществили – составление списков участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Красноглинского района. Эта организационная работа требовала очень большой затрат времени, сил и здоровья. И каждый до меня председатель внес свою лепту, лепту огромную в становление нашей организации. Сегодня ветеранская организация Красноглинского района объединяет 29 тысяч человек. Они активно участвуют во всех городских проектах, но в первую очередь заботятся о пожилых людях. Это люди, которым всегда интересно, которые всегда участвуют. И поэтому, безусловно, на протяжении всех этих лет сотрудничество между нами было самое теплое, доверительное, тесное. Все области жизни района, все спектры деятельности, хозяйства района, безусловно, без них это никак. Это наши непосредственные, самые близкие помощники, дай бог им, долгих лет жизни и здоровья. Ветеранов Красноглинского района с юбилеем поздравил его глава. Активисты получили почетные грамоты, благодарственные письма и памятные медали. А еще к Новому году сбудется мечта общественной организации. Бизнес и власть подарит ветеранам современный офис. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Огнетушители, пожарные рукава, защитные накидки и самоспасатели. Все эти простые вещи спасают жизнь при пожаре. О том, как ими пользоваться и что делать, рассказали специалисты по гражданской обороне. 85-летие службы совпало с окончанием месячника гражданской защиты, который проходил с 4 сентября. Он подготовил 900 человек к чрезвычайным ситуациям. Большое значение уделили мерам предосторожности и способам оповещения. Для школьников, специалистов организации и должностных лиц провели викторины, эстафеты и конкурсы. Показали документальные фильмы, посвященные основам ОБЖ. Специалисты продемонстрировали, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим. Мечник гражданской защиты направлен на популяризацию, ознакомление, напоминание всем своим населения тех вопросов, которые сейчас наиболее актуальны. Это как непосредственно вопросы стихийных бедствий, вопросы непосредственно химического заражения. Основная наша задача – это подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и системы РСЧС в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. С этой задачей курсы гражданской обороны полностью справились. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Плитка к плитке. Сквер Рязаново готовится к чемпионату мира. Две с половиной тысячи домов в губернии капитально отремонтировали. Люди сами решают, что сделать в первую очередь – крышу или фасад. Жизнь и судьба каскадера. Самарский актер театра и кино Виктор Евграфов попал в историю России. На этом наш выпуск завершен. Благополучиво. И будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин